Поехали. Мы сажаем доступ к разным психоактивным веществам, вот это и есть профилактика. Вот этим нужно заниматься совместно с властью, совместно с его структурами, совместно со всем. Вот тогда уже отпадет, как только доступ мы прекратим к психоактивным веществам, всех несовершеннолетних, всей молодежи, всех детей, вот тогда можно будет убрать все остальные программы, которые уже работают с совершившимся риском. Все. И не первичная профилактика, как в школе, да, это нужно. Просветительская работа, да, она очень нужна. Но в любом случае нужно убирать доступ. Доступ к наркотикам. Не просто законодательным путем, да, то, что есть штрафы, то, что есть уголовная ответственность за продажу несовершеннолетним и так далее, а нужно сделать это на месте, да, то есть на земле. Как это реализуется. То есть контроль со всех сторон этого должно быть, да, то есть как бы координирование и контроль этого полностью. Так что вот. А как ты думаешь, реально это вообще убрать доступ Николая? Мы сейчас говорим, да, Николая. Убрать, снизить, да, снизить реально. Снизить реально. И вот когда будет общественность, да, то есть когда каждый будет понимать, что он не должен быть равнодушным к этому, не должен просто закрывать глаза, бояться там за какую-то свою жизнь. Вот тогда начнет действовать и система штрафов, и система там ответственности, там уголовно-административная и всякое-сякое. Вот это вот нужно запустить. В законодательном плане, в нормативном плане это есть, а на месте, на земле в нашей жизни это не действует. Вот это нужно запустить. Нужно действовать, чтобы каждый гражданин, он понимал, что он должен позвонить, сообщить, там, сказать, там, анонимный звонок, там, послать еще что-то, еще что-то. Даже там с гривневого телефона, грубо говоря, что там-то и там-то происходит то-то, то-то. И это нужно, чтобы неповадно было. Когда мы снизим доступ к любым психоактивным веществам, вот тогда будет ток. А как поломать стереотип, что вот это как бы сексотничество, да, получается? Вот у нас как бы еще сложились такие стереотипы, что плохо ябедничать. Значит, ну, эти стереотипы могут быть среди только молодежи, да? То есть когда-то мы там по понятиям, там, формируем группы и так далее. Когда человек взрослый, и у него вдруг есть дети, он уже понимает, что он в ответственности за них. И мало того, сколько он в них вкладывает, и вдруг из-за какого-то там заморыша, да, происходит совершенно, там, ребенок начинает двигаться по совершенно другой линии. И потом уже кусает себе локти, да не достанешь это. Вот это, да, то есть как бы взрослых здесь, сексотничество, это не для взрослых. А для детей, я так думаю, что тут нужен... Я опередил вопрос, вернее, я перепутал последовательно с вопросом. Я хотел сначала спросить, как ты думаешь, кто будет локомотивом прекращения доступа? Вот твое мнение. Сначала взрослые, сначала взрослые, потому что им терять нечего, они в ответе за детей. Сначала взрослые, а потом только дети. Вот когда дети поймут, что они должны сообщить об этом, то есть, допустим, вот у меня, у меня четверо моих одноклассников умерли от наркотиков, от пендозировок. Очень многие были там и попробовали, что это такое. На разной стадии сейчас находятся. Вот когда уже в 18 и в 21 год мы уже понимали, что кто-то стал не туда и пошел не туда, вот это было уже... уже тогда бы мы могли уже рассказывать, что-то открывать и раскрывать карты. Я тебе рассказал сейчас вот этот свой такой 11,5 проект. Не буду сейчас его пересказывать, потому что я его уже несколько раз... Проект хороший. Его реально реализовать? Да, причем он многолетний, да, то есть, как бы, нужно в итоге, да, то есть, как бы, если сейчас первый год там будет направлен на запуск и объединение всей массы, да, то есть, как бы, каждый должен понимать, родителей собрать, да, и провести, для чего это, и что это, чтобы они поняли и осознали, да, что это даст. Детей собрать, молодежь собрать и понять, как бы, что им даст. Нет, нет, подожди, 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 родителей донести, чтобы они собрали детей, ты же знаешь, что мы же с родителями не имеем даже, с детьми не можем даже слова им сказать без разрешения родителей, тем более, тем более, там, ну, если... Да, но, как бы, то есть, когда дети начнут работать, ведь есть же, как бы, понятно, что мы с детьми не можем говорить, но есть же понятие равное-равному, то есть, дети есть, допустим, там, грубо говоря, у нас есть, там, скауты, там, есть, там, молодежные объединения различные, там, ученические самоуправления, там, и так далее. Знаешь, при всей моей огромнейшей любви к скаутам, я их обожаю, и дочка моя, как бы, прошла весь этот, она скаутский мэр была, все, и прошла этот путь, она, там, лет пять была. Ну, я им уже столько долбонил по поводу этой проблемы, вот, не считают они, что это проблема, вот, я не буду сейчас пофамильно называть, вот, не считают они это проблемой, ну, как-то, вот, абстрагируются они от моего движения, хотя у меня личные отношения, там, ну, со всеми этими лидерами, скаутами, вот, не получают. Можно идти несколькими путями, правильно? То есть, даже, вот, допустим, донесение их, почему эта проблема, да, то есть, можно спрашивать, а почему ты, то есть, как бы, не воспринимаешь эту проблему, можно задать вопрос, а ну-ка, вот, тебе листик, пожалуйста, из твоих знакомого, да, то есть, из общих своих знакомых, назови 20 несовершеннолетних, которые, ты знаешь, потребляют алкоголь, наркотики, сделали список. Не, ну, по-моему, это было. Теперь из твоего ближайшего окружения, ага, а теперь скажи, сколько всего, да, то есть, и когда в процентном соотношении начинаем считать и понимаем, что, ведь, конечно, легкие наркотики, пиво, это же у нас... Ты разделяешь легкие, тяжелые? Ну, конечно. Разделяешь, да? В любом случае, да, то есть, как бы там... Ну, это тоже один из стереотипов. Да, но, как бы, в плане того, что там ответственность, поэтому я и разделяю, там уголовно-ответственность разная, да, и поэтому, почему я, как бы, разделяю? Потому что уголовно-ответственность разная, это первое, а второе, стереотип, что легкие наркотики, как бы, не приведут дальше к тяжелому, да, то есть, они говорят, я могу в любой момент бросить. Где? Покажите мне хотя бы одну социальную рекламу, где бы не было красивого мальчика или красивой девочки, без сигарет, без алкоголя. Где? Покажите мне эту рекламу. У нас создается впечатление, мы смотрим на все эти бигборды, на всю эту, всю рекламу, и что? У нас пена, это, там, пиво пенится так, что уже слюни, там, со всех сторон текут, там, да, алкоголь, там, вообще, чуть ли не живая вода, понимаешь, там, водку, это ее нужно просто принимать, потому что она, там, чуть ли не, там, не возвращает к молодости, там, растягивая, там, морщины у тебя, да, то есть, посмотреть эту самую, всю социальную рекламу. Кого ты там, видишь, успешных, красивых, там, людей, там, там, десант, там, и так далее, там, орлы летят, там, он стоит там на горе, такой, ну, что тебе еще нравится, этому самому, молодому человеку только хочется такой рекламы, вот тебе социальная реклама, не эта самая. Я вообще, мне 15 минут осталось. Хорошо, я сейчас, я сейчас, хорошо. То есть, как бы, получается, вот тебе социальная реклама, вот тебе в результате, а ребенок, которому 13 лет, он хочет быть таким дядей, и он понимает, что если он будет курить, то сигарету, которую он рекламирует, то пиво, ну, хорошо, что еще, простите, наркотики не рекламирует, да, то есть, он станет таким дядей, все, путь у него, вот здесь вот, он сложился. К чему там наша, там, Мария Ивановна, там, пожилая, там, учительница, что она ему может донести? Ой, Мария Ивановна, вы там не в те годы жили. Все, у него сложился механизм, и ты фиг его потом разобьешь. Все, вот тебе социальная реклама. Вот тебе, пожалуйста, вообще реклама, которая у нас на телевидении. А он хочет быть таким дядей, успешным, сильным, который тянет трактор, еще что-то, все. Если он это будет употреблять, значит, он станет таким, все. И докажи ему, что это не так. Сделай маленький перерывчик, тебя забыли. Да. На сколько, на 5 минут, на 10? Ну, как бы, нет, там нужно, как бы, там, у нее там проблемы на маршрутах. О, Господи, дольше? Да. Пожелание, тогда заканчиваем. Да, то есть, как бы, там, пожелание, да, это вот во всем терпение, да, то есть, как бы, везде нужно, потому что нелегкий путь, да. То есть, вот эта вот, идея хороша, но тернистый путь. Ну, реальная. Реально. Реально ее осуществить. Чего еще не хватает мне для полной реальной реализации этого тернистого пути? Должна быть... Я доказал вообще городу, что один в поле воин. Мы с тобой два года назад, да, познакомились, по-моему? Да. Так я слышал. Должна быть очень сильная команда. Очень сильная команда должна быть. Ну, согласен. Да, то есть, это должны быть настолько идейные люди. Вот это, потому что, на самом деле, это все, ну, как бы, ерунда, когда, ну, ты понимаешь, да, что когда у тебя небольшая зарплата, да, и для того, чтобы там потянуть, ты должен там иметь... Там две-три работы, то это да. А этим заниматься должны очень идейные люди, которым это небезразличное. Либо у которого семья коснулась этого, да, и ты понимаешь, что все это прах. Да, либо просто небезразличные люди, вот те созависимые, которых ты пересчитал и сказал, вот сколько, 100 тысяч. На Николаеве это каждый пятый. Вот садимся в маршрутку, 15 человек, 3, все. Ну, точно так же, как мы говорим вещь-позитивные. Точно так же, каждый восьмой. Что это такое? А ну-ка, заходите в маршрутке, два из них вещь-позитивные. Думайте, с кем вы, чего делаете там. Куда с кем там, в сексуальные отношения вступаете, чего там там, где-то с чем-то занимаетесь и так далее. Думайте мозгами. Валя, на каком этапе ты включишься? На каком шаге? Ну, давай как бы три дня. На каком шаге? Нет, три дня ты думаешь, а на каком шаге? Да, я сказала, как бы, мне интересно, общегородское родительское собрание. Знаешь, что мне Стулин сказал, да, я это повторю, чтобы этого души, да, мне сказал, если ты ликвидируешь в Южноукраинске наркоманию, мне кажется, в Южноукраинске это гораздо проще сделать, да, вообще 40 тысяч населения. Вот этот проект в Южноукраинске реализовать, согласись. Ну да. То я тебе, говорит, памятник поставлю в Южноукраинске. Да. Как ваша команда в Южноукраинске? Там есть у тебя там твоя команда? Да. Есть команда? Там есть и команда, там есть отличные. А чего они не были, я же там делал выездное, чего он их не позвал? Он позвал несколько человек, которые... Новый свет есть. Именно вот на тебе замыкается, да? Бывшие, да, это бывшие наркоманы, которые прошли крутую реабилитацию. Крымеры, да. И они сейчас в завязке полной, они прошли реабилитацию серьезную в Полтаве, да, то есть там, я знаю, что там 4 года они не потребляют, и они даже не хотят даже быть... Как начнем? Вот как ты думаешь, как начать? Лучше с Южноукраинска или с Николаева сразу? Можно отработать модель Южноукраинска. Я вот что-то мне тоже кажется. Город Спутник, он как бы мало от кого зависит, да? Мне тоже кажется, что... Меньше будет препонов и каких-то таких вещей, там, нормативно, там... Ну, единственное препоны, я вижу, как огромное количество, ну, полмиллиона населения. Все, по времени, как бы, оно вытянется. Да, в Южноукраинске, да, можно начать и отработать модель запрошка. Так что удачи! Спасибо! Спасибо! Да!